Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Такую выпечку любят многие и называется она по-разному, но самый удачный рецепт я для себя нашла и спешу поделиться им с вами. Проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбираю все уведомления, только в этом случае вы не пропустите новые видео. Давайте начнем! Сначала смешиваем сухие ингредиенты, 450 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя для теста и 5 граммов соли. Венчиком мы не только хорошо перемешаем, но и разрыхлим саму муку. Отдельно разбиваем в миску 2 куриных яйца, добавляем 30 граммов сахара, взбалтываем около минуты до появления легкой пены. Нужно убедиться, что яичный белок не тянется, а он уже разбит и не отделяется явно, так выпечка будет точно нежнее. Добавим 15-процентную густую сметану, снова размешаем. В эти жидкие ингредиенты начнем вводить муку с солью и разрыхлителем, постепенно, не торопясь, перемешивая хорошо. Именно из такого теста на сметане, а не на кефире, получаются самые нежные крепли. Есть название вергуны, кстати, как вы их называете. Тесто еще липнет, но уже лопаткой плохо месить. Подмешиваем муку теперь только руками, добавляя тогда, когда тесто еще сильно прилипает. Важно добиться однородной структуры, когда оно не растекается в стороны, держит форму. Добавляем кусочек сливочного масла мягкого, 20 граммов будет достаточно. А вы знали, что в тесто, если вмешать масло и такое тесто пожарить, то 100% такое тесто меньше впитает масло со сковороды и не будет таким жирным, как могло быть. Вымешиваем до того момента, пока тесто не будет прилипать. Хотя может слегка. И заметьте, чем нежнее тесто, тем мягче и вкуснее будут крепли. Накрываем на 15 минут, чтобы клейковина муки развилась. Подсыпаем муку, раскатывая тесто не тонко. Тонкое тесто легко пересушить, они будут у вас тогда не мягкие. Следим за тем, чтобы снизу не приклеилось тесто к столу. Присыпайте лучше муку. Делим тесто, разрезая на ромбики, можно сделать обычные квадраты, прямоугольники. В центре каждого делаем разрез, через который протягиваем один кончик. Готовые крепли накрываем на 2-3 минуты и уже разогревается масло. Жарятся крепли очень быстро, но за счет небольшого содержания сахара не так сильно румянится, поэтому важно не пережарить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дольше жарите, крепли более хрустящие, ну а меньше более мягкие, а когда заготовки успеют полежать перед жаркой, то крепли получаются более пышные. У нас уже все готово, выкладываем на бумажное полотенце и можно подавать, посыпая сахарной пудрой. Очень быстро, вкусно! Тесто нежное, не впитывает масло, вкусное! Да вы и сами все видите! Готовьте с удовольствием, буду только рада! Пока!